На телеканале РЕН-ТВ начинается новая эпоха спортивного вещания. Бои по версии Бодок Пайт пришли в каждый дом, где включён телевизор. И сильнейшие атлеты планеты сегодня будут биться, поражая вас своей мощью. Джош Барн, Фил Барони и, конечно же, Роман Зинцов, наш российский атлет. Меня зовут Роман Зинцов. Родился я в России, мне 31 год. Романа хорошо знают в мире бойцов. Сегодня соперником Романа будет Кристоф Меду. Рашн пауэр, что я несу в мир именно... Это просто мой девиз, как патриот. Роману есть что показать миру, есть возможность продемонстрировать настоящую мощь. И то, что бои сегодня проходят в Санкт-Петербурге, это, конечно, очень здорово. Упорный, достаточно опытный человек, серьёзно относится к своему делу. Поэтому я его уважаю как бойца, но... Конечно, взаимное уважение это не атрибут даже, это основа подготовки хорошего воина. Но в ринге никакой пощады. Кристоф Меду тоже с пониманием готовился к этому поединку. Он знает, что русская школа одна из сильнейших в мире. И наши атлеты всегда удивляли мир своей мощью и энергией. Вяжемся в бою, там посмотрим. Мы покажем достойный, красивый поединок. Когда Кристоф выйдет на поединок со мной, он должен быть готов к хорошему поединку, мужскому. Ну а мужской разговор Роман обеспечит Кристофу. Кристоф Меду, мастер бразильской джиу-джитсу, хоть он представитель французской школы и живёт сейчас в Канаде. Конечно же, бразильская джиу-джитсу, это, по сути дела, первоисточник боёв смешанного стиля. Ну а сегодня Боудог Файт, именно так называется версия этих поединков, начинает даже не рассказ и даже не показ, а внедрение в самую вашу душу вот этого бойцовского начала. Посмотрев, что творится на ринге, взглянув в глаза этих мужественных людей, вы и сами станете сильнее. И в этом помогу вам я, ваш комментатор Станислав Голованов. Вместе мы с вами разберёмся, что происходит в ринге. Вместе мы будем болеть за наших ребят. Вместе мы победим. Кристоф Меду, Франция, Ницца, но вместе с тем Монреаль, Канада, человек мира, человек вселенной. Да, действительно, мир сейчас стал более открытым, и мы это почувствовали сами, вместе с вами. Этот представитель французской школы во Франции очень хорошо умеет биться. Вы знаете, и фитбоксинг французский, и салат. Это всё тот самый бэкграунд, на котором растут французские чемпионы. Но наши чемпионы растут на нашей российской земле, матушке. И один из них Роман Зенцов, русский молот. Сегодня здесь, в Ледовом дворце, яблоку негде упасть. Сегодня здесь особые меры безопасности, и почему, я вам скажу чуть попозже. А возможно, вы и сами знаете, и, может быть, некоторые догадаются, когда бывают эти самые повышенные меры безопасности. Ждут больших людей. Роман Зенцов в Санкт-Петербург в первом бою грудью сшибётся с ураганом. Кристоф Меду, его прозвище Ураган, побеждал очень много. Это Майка Малоне, и Тома Ховарда, и Антони Дуранте. Майк Моррис пал от руки Меду. И в основном нокауты, болевые приёмы. Очень жёсткий и очень резкий боец Кристоф Меду. Но слово «борец», оно, в принципе, подходит. К обозначению и названию спортсмена. Но этого недостаточно, ведь у нас сегодня с вами вудок-пай. А здесь разрешено почти всё. Несмотря на то, что строго рекоментирован ход поединка, здесь можно наносить удары руками, как в боксе, ногами, как в кикбоксинге или в муай-тай. И, пожалуйста, применяйте бросковую технику, проводите болевые приёмы удушения. Роман Зенцов, 15 побед, 10 поражений. Кристоф Меду, 25 побед, 5 поражений. Вот такие личные данные. Они мощные, они тяжёлые. Ну, Роман чуть потяжелее, в Романе 104 килограмма, а Кристофе всего лишь 100 килограммов. Ну, для кого-то всего лишь, а для кого-то целых 100 килограммов живого боевого веса. Итак, Кристоф Меду по прозвищу «Ураган» в синих трусах. Роман Зенцов в трусах маскировочного цвета, на руках защитные перчатки. И остальная защита — это мужество и отвага. Броня из мышц и очень быстро думающий мозг бойца. Кристоф пытается дёрнуть выстрел. Вот такой спиннинбэк кик, удар ногой. Ну, сделал это очень аккуратненько, особо не вкладывался. И бил очень коротко, потому что понимает, Роман может подхватить и затем провести бросок. Ну, сейчас он веселый лоу-кик. Кристоф выполнил очень аккуратненький щит ногой, но в то же время вот Кристоф перевёл Романа в парковь. Здесь, в боях угадать, проходит очень много активных, жёстких действий, как в стойке, так и лёжа на стиле ринга. Кристоф очень опасное положение занимает. Он может ударить коленом. Здесь разрешён удар коленом. И Роман как раз повёрнут печенью. Коленом по печени это очень тяжело, очень больно. Ну, вот сейчас Миду Тур опустил этот момент, пока боролся вот здесь где-то за то, чтобы взять хороший захват за шею. А Роман придерживает правую руку француза. И упущен момент, когда можно было жёстко пробивать колено. Может быть, до нокаута дела не дошло бы, но сбивается дыхание. И вот выходит. Роман пытается забрать руку Кристофа. Ну и сам в то же время чуть не попал на контратаку. И вновь сверху Миду. Удар отвлекающий, удар лёгкий. И задача этого удара – ослабить захват, который взял Роман, чтобы затем уже провести более эффективные действия. О школе Кристофа Миду можно сказать следующее, что бразильское джоу-джитсо, конечно же, это, можно сказать, первоначальное, и какое-то корневое явление более такого смешанного стиля. И сначала поединки проводились неофициально, и правил не было действительно никаких. Немного было тяжёлых исходов поединков. Но затем взяли за это дело настоящие организаторы, для которых очень важно и хорошее шоу устроить, и выдать это шоу на телевизионную аудиторию, чтобы понравилось зрителям, и в то же время, чтобы спортсмены не потеряли своё здоровье. Потому что что может быть важнее человеческой жизни? Конечно, мы порой рискуем, мы идём в горы, мы погружаемся в глубины морские, взлетаем под небеса, прыгаем с парашютом, испытываем и себя на прочность, и судьбу свою. Такой уж человек, непоседа. Но в то же время нужно думать и о будущем, и целый век проводить, конечно, в спортивном зале и на ринге, подумать о своих детях, которым мы тоже нужны здоровые. И вот сейчас поединки современные, они, несомненно, жёсткие, они честные, они без всякой бутафории и фальши. И вы можете быть уверены, что элементов шоу здесь множество, но они естественные. В самой природе этого боя уже много такого интересного. И испокон веку словно заворожённые люди стояли и наблюдали за битвой двух богатырей. Два войска замирало, и мечи были в ножнах, копья были опущены. Лишь двое черудей и пересвет рубились. Вот словно здесь Роман Зинцов верил крестов к меду. И кто выигрывал, тот во многом обеспечивал исход перед зимкой, когда мы слышим. Фронткик пробивает меду, пытался ударить в живот, но Роман хватает ногу, и ног в стойке. У Романа жёсткий удар. Роман Зинцов — это представитель элиты мировых бойцов. Боев действительно высшего класса. И удар, следуя за ударом, словно из пулемёта. С большим-большим диском, из длинной лентой Роман просто расстрелял крестов к меду, не оставив никаких шансов французу на продолжение этого боя. Ай-яй, в глазах туман. Действительно, настоящий нокаут. Да, здесь разрешены удары. Здесь можно наносить удар даже в положение лёжа. Но всё по-честному. Ты можешь бить, но могут бить у тебя. Тебя могут бить, но ты можешь и защищаться. И вот сейчас вмешивается доктор. И рефери внимательно следит за состоянием спортсмена. Но крестов — мозгучий человек. Наверняка он поднимется. Вот не совсем удачно он пошёл в ногу и совершил роковую ошибку для себя. И замер здесь. Прижался к ноге, стараясь тем самым уменьшить сектор обстрела. Но превратился в прекрасную неподвижную мишень. И, конечно же, Роман эту возможность не стал терять. Потому что в зрительном зале болеют за Романа от всей души. Желают ему победы. И здесь собрались очень много поклонников Романа. И в то же время здесь очень много очень уважаемых и почитаемых людей. И звёзды спорта. И ведущий политик и президент России Владимир Путин. Ну что говорят судьи? Кто победил? У кого есть сомнения? У меня сомнений нет. Роман Зенцов. Россия выигрывает первый бой на турнире Будут Пайк. Столкновение наций. Пусть эти столкновения будут проходить лишь на ринге. Лишь на спортивной площадке. Неплохой поединок. Кристоф Меду начал очень активно. Он хорошо...